Добрый вечер! В эфире информационная программа события. В студии Алексей Кнор коротко о главных темах выпуска. Каков хозяин, таков и пес. Собаки абсолютно адекватные к человеку. Самарцы все чаще избавляются от бойцовских собак. Рэп – это не искусство. Вся моя музыка построена на эмоциях. Легендарный гитарист Эльдемиола дал единственный концерт в Самаре. Рекордный минус. Холод к нам пришел в последний день выходной. Как ни странно, с юга. В Самарской области зафиксирована самая низкая температура за 97 лет. Спецслужба, предназначенная для борьбы с наркомафией, созданная 9 лет назад, сумела остановить национальную катастрофу. Наркотический бум грянул в нашей стране в 90-е годы. Тогда в Россию хлынул поток смертельного зелья с Юго-Востока и из Западной Европы. Только сотрудники УФСКН Самарской области с 2003 года изъяли более двух тонн наркотиков. Выявили свыше 15 тысяч преступлений. Сегодня наркополицейские отмечают свой профессиональный праздник и подводят итоги работы за 9 лет. 9 килограммов героина, урожая последнего рейда. Тольяттинские наркополицейские выявили и пресекли контрабанду афганского наркотика через Таджикистан. Трех сбытчиков поймали с поличным в момент передачи увесистого пакета курьеру. В момент задержания он пытался оказать сопротивление. То есть у него в руках был нож. То есть даже немного поранил нашего сотрудника. В настоящее время данный материал находится в прокуратуре, проводится проверка. На допросе сбытчики оказались более покладистыми. Во всем признались, раскаялись. Перед пораненным полицейским извинились. Но покаяние от ответственности не освобождает. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы. А за что вас задержали? За наркотики. Дома у вас что-нибудь имеется? Наркотики? Да, имеется. Сколько там? Шесть. Из таких дел, как мозаика, складывается работа сотрудников УФСКН. За последние два месяца прорыв. Одно из главных достижений 2012-го – ликвидация южного наркотрафика. Областные полицейские собрали в цепочку все звенья преступной схемы. Наркотики бесперебойно шли из Афганистана в Самару через республики Средней Азии. Теперь все вентили перекрыты. На организаторов наркобизнеса заведены уголовные дела. Всего за 9 лет работы службы осуждено 8 тысяч человек. Если суммировать и за 9 лет работы взять, то изъято более двух тонн наркотиков, в том числе 500 килограмм героина. Если все это сложить, то наркотик не дошел до 10 миллионов человек. Те, кто борется с наркоманией в Самарской области, собрались в концертном зале. Лучшие сотрудники получили подарки и почетные грамоты. Но по признанию самих героев, главная их награда – это спасенные жизни. А они исчисляются миллионами. Ведь по статистике один наркоман вовлекает в процесс употребления еще 7 человек. Мария Иваткина, Марина Кравцова, Мурат Гасанов, ГИС. События. Самарцы избавляются от бойцовских псов. Всего за одну неделю в приют для животных привезли 400 фарширских терьера. Почему собаки, которых принято считать опасными, оказываются брошенными и без присмотра разгуливают по улицам, расскажет Любовь Коренева. Хаммер, Субару и Тахо – это не элитный автосалон, а приют для собак. Всего за одну неделю там появилось 400 фарширских терьера. Одного подобрали у Колизея, другого на Московском шоссе. Откуда взялись еще двое, никто уже не помнит. Стали искать их хозяев, но без толку. Правда, одного пса удалось сразу пристроить. А трое оставшихся терьеров теперь числятся в фонде «Бабушкино наследие». Так в приюте в шутку называют животных, которые достались родственникам вместе с квартирой в наследство. Но в отличие от недвижимости оказались ненужными. Собаки абсолютно адекватные к человеку, абсолютно любвеобильные. Они очень добрые. Собаки вот за весь период времени, при том, что у Настаха, он был на лечении. Ему требовалось как бы лечение, все это все больно, неприятно, непривычно ему. Он не проявил абсолютно никакой агрессии. В том, что животные оказались на улице, обвиняют средства массовой информации. Якобы они создают образ собак-убийц. На прошлой неделе в газетах снова появилась страшная история, как стафарширский терьер набросился на ребенка сына своих хозяев. Александр Елисеев занимается разведением этой породы почти 12 лет. У бусинки, как и у каждой его собаки, есть клеймо и документы. Заводчик подчеркивает, чистокровный стафарширский терьер – это собака-компаньон, а не собака-убийца. Это сегодня существующая вокруг этой собаки ситуация. Она порождает интерес психически неустойчивых людей к ней, которые хотят иметь собаку, чтобы все боялись, хотят иметь собаку, чтобы она там всех обижала. Мы категорически таких людей отсеиваем, не работаем с ними, объясняем, что это не о той истории идет речь здесь. На дрессировочной площадке стафарширские терьеры появляются не так часто, как хотелось бы дрессировщикам. Обучение проходит только 70% собак. Они получают здесь эмоциональную разрядку. В скороварке не спускать пар, рано или поздно пройдет срыв. И рассчитывать на то, что срыва не будет. Через две минуты собака после того, как применит свои зубы, она будет снова ласковой. Но эти срывы будут просто чаще, чаще. И чтобы до греха не доводить, лучше это делать с профессионалом искусственно. Родить Стаху, Субару и Хаммер, например, в Германии, они точно не остались бы на улице. Там потенциальные хозяева должны сначала пройти обучение и сдать экзамены, чтобы им разрешили держать стафарширских терьеров. А потом ту же процедуру обучения и экзаменовки повторить уже вместе со своим псом. Любовь Коренева, Артем Сулайманов, Владислав Манин. ГИС-события. Минздрав утвердил новые правила обязательного медицинского страхования. Впервые деньги из страхового фонда будут направлены не только на медицинские услуги, но и на оборудование и улучшение материальной базы здравоохранения. Это обеспечит комфортные условия работы медперсонала и приема пациентов. Должна увеличиться зарплата врачей и медсестер. В новом документе расширился список услуг, которые можно получить по полюсу. Впервые этот список входит в санаторная помощь, долечивание. На эти цели из бюджета области выделили 240 миллионов рублей. Еще одно новшество. С января этого года введено подушевое финансирование. Поликлиникам будут выделять средства по количеству прикрепленных больных. Наше население получило возможность в определенной степени свободы выбора как страховой компании, где можно страховаться, как лечебное учреждение, где можно получать медицинскую помощь, врача, у которого хотелось бы лечиться. Прикрепиться можно к любой поликлинике, а не по месту жительства, как было раньше. Отказать могут лишь в том случае, если число пациентов в медучреждении превысило норму. Если больному откажут в лечении, не выдадут бесплатно необходимое направление, поставят неправильный диагноз или просто нагрубят, можно обратиться в свою страховую компанию. Специалисты рассмотрят каждую жалобу и проведут экспертизу. В медучреждениях уже работают 254 эксперта. Минувшей ночью в области зафиксирована самая низкая для 10 марта температура за всю историю метеонаблюдений. До 30-ти градусной отметки столбик термометра опустился в Безинчуке, Кенель-Черкассах, Авангарде и Тольятти. Причем в Автограде предыдущий рекорд холода побит сразу на 4 градуса. Принес ли мороз неудобства самарцам, выяснила Лариса Шалафаст. Не по-мартовски морозная погода сбивает с толку. Машины утром не заводятся, коньки и лыжи остаются самыми популярными видами отдыха. Накануне ночью в Самаре столбик термометра опустился до минус 22 градусов. Сразу в нескольких населенных пунктах области зафиксирована самая низкая для 10 марта температура за всю историю метеонаблюдений. Холоднее всего было в Безинчуке. Здесь приборы зарегистрировали почти минус 30 градусов мороза. Это самая низкая температура для первого месяца весны за последние 97 лет. Холод к нам пришел в последний день выходной, как ни странно, с юга. Вот тот холод, который у нас был до этого, он через Москву, через Украину, через более южные территории России, в конце концов вернулся к нам с района Волгограда, Саратова. И на пяти станциях были перекрыты абсолютные значения минимальных температур воздуха для ночи 11 марта. Любители покататься на коньках холодам рады. В последние морозные дни на городских катках многолюдно. Начинается весна, мне очень жалко, что нельзя больше будет кататься на коньках на льду. И что тренировки по конькам заканчиваются. И все-таки весеннего тепла самарцы ждут с нетерпением. Пора, а уж смотрите, солнце греет, а на улице холодно. Я очень хочу, чтобы все побыстрее растаяло, было тепло. Ну, ярко и понятно, что уже светло и солнечно, но еще хочется, конечно, тепло. Ну, конечно, уже надоело, хочется солнышка, уже ждем лето наконец-то. Надеемся, что уже снег этот растает, который уже выпал заново. Весны хочется. Холода для начала марта – дело обычное, утверждают синоптики. Не случайно в народе говорят – март не весна, а предвесенье. Среднесуточная температура по области пока будет держаться на отметке минус 19-24 градуса. Долгожданное потепление наступит 14 марта. Выпадут небольшие осадки, днем столбик термометра поднимется до минус 2 градусов. Лариса Шлафаст, Валерий Шаронин, ГИС События. Самара готовится к месячнику по благоустройству. Районные администрации и управляющие компании должны до 16 марта составить график работ по улучшению санитарного состояния закрепленных территорий. К началу апреля коммунальщикам предстоит собрать скопившийся за зиму мусор, вывезти с контейнерных площадок крупногабаритные отходы, привезти в порядок детские и спортивные площадки. Как и в прошлом году, расчистят берега рек и озер. Масштабная весенняя уборка города начнется в апреле. В течение всего месяца в Самаре будет проходить месячник по благоустройству. Вообще, городской субботник намечен на 21 апреля. Евгений Реймер пояснил, что в этом году особое внимание будет уделено незакрепленным участкам. А теперь к новостям культуры. Настоящая музыка поглощает, джаз — это искусство, а рэп вообще отвратителен. Легендарный гитарист, мировая звезда Элди Милола дал единственный концерт в Самаре и рассказал журналистам о своих музыкальных предпочтениях. Понятно без слов, акустическая или электро — постоянная спутница жизни его гитара. Поведает о любви, радости, грусти, ревности, обо всех чувствах, кипящих в душе яркого музыканта. Элди Милола — имя, знакомое многим, если не всем меломанам. Музыкант находит вдохновение во всем, что с ним происходит. Есть и композиция, навеянная туром по России. У нас отсутствует вокальная составляющая, поэтому вся моя музыка построена на эмоциях. Все звуки, которые рождает моя гитара, некоторые мелодичные, некоторые жесткие, передают мои личные чувства и эмоции. Услышать вживую мировую легенду собрался полный зал Самарской филармонии. Царским подарком называют меломаны приезд гитариста и композитора в наш город с единственным концертом. От итальянской классической до джаза и фламенко широчайший диапазон музыканта равнодушным не оставляет самых искушенных ценителей. Тот язык, на котором Элди Милола говорит со своей аудиторией, понятен человеку любой национальности. И пусть это иногда сложно и не всегда доходит, но это очень важно, это нужно услышать. Его альбомы стали бестселлерами еще в 70-х, в 80-х его признали суперзвездой. Теперь его имя, бренд и визитная карточка высококлассной гитарной музыки. Объездив весь мир в Самаре, Элди Милола оказался впервые, но поклонники талантливого гитариста надеются, что не в последний раз. Матч в стиле ретро. Самарские баскетболисты вышли на игру в форме а-ля 80-е. Так красные крылья встретили на своем паркете литовский жальгерис. Подробнее о том, как сыграли самарцы с легендарным клубом, смотрите в репортаже Сергея Кочкина. Последний раз литовская команда приезжала в Самару 26 лет назад в ранге действующего чемпиона СССР на матч с тогда еще куйбышевским строителем. Это событие не ускользнуло от внимания баскетбольной общественности. И специально по этому случаю руководство Красных Крыльев заказало для своих игроков ретро-форму, повторяющую цвета строителя. А во время перерыва президент клуба Владислав Капустин и глава Самары Дмитрий Азаров наградили памятными призами ветеранов баскетбола, игроков того самого строителя 80-х, с которых и начался большой баскетбол в нашем городе. Я брал когда-то у молодого соборницы автограф, сам еще был совсем мальчишкой. И, конечно, у меня особое впечатление, воспоминания об этой команде, об людях, которые там играли, которые являются легендой не только советского, но и мирового баскетбола. Что же касается самого матча, как и 26 лет назад наша команда уступила одному из грандов европейского баскетбола – 59-79. Хотя по ходу матча многочисленным зрителям скучать не приходилось. Игроки обеих команд показали зрелищный баскетбол с красивыми комбинациями и сломанными кольцами. Мы сегодня увидели такой уровень Евролиги именно физический. Я думаю, что они оказались больше, мощнее на всех позициях. К сожалению, поражение в этой встрече лишило нашу команду возможности пробиться в плей-офф Единой Лиги ВТБ. Впрочем, впереди у команды не менее важные матчи российского чемпионата. И, конечно, финал четырех Кубка страны, который стартует в Самаре 11 мая. Сергей Кочкин, Сергей Баскин, ГИС События.